Мы на месте. Мы приветствуем Алену. Интересуемся, готовы ли она к диагностике. Доверили она нам свои биополи на период сеанса? Она доверит, но в ней огромный джин сидит, больше ее ростом, синим цветом. И на счет три. Силом его намерения я вытаскиваю джин и швыряю его в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Он злой. Он в клетке. Отлично. Джин, я тебя предупреждаю сразу. Если мне что-то не понравится, я тебя сожгу. Прямо на месте ты уйдешь в галактическое ядро. Поэтому рекомендую тебе вести себя корректно и отвечать мне на все мои вопросы. Если я замечу какие-то манипуляции или какую-то опасность, без разговора я сделаю из одного джина два джина. Но поменьше. Он кричит, что у него контракт. У него контракт? Хорошо, мы проверим все сегодня. Хорошо. И я даю команду на счет три. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Алены под ногами. Скэнер сканирует все семь тонких тел Алены. Находит все. Считай, пожалуйста, цифры над головой джина. 68-42. 68-42. Хорошо. Мы сегодня все твои контракты проверим. Как они были заключены. Каким обманом ты вошел в тело человека. Если я найду обман, я тебя накажу. Деньги. Все хотят денег. Ну, это мы еще посмотрим. Надеюсь, понимаешь, что ты один из сотен джинов, которых я уже видел. Ни твой уровень, ни твои обманы, ни твои вещи, ни твои магические вещи не могут меня впечатлить. Были джины, которым я сжигал и челму, и серьги, и кольца, и их порошок, которые пытались меня обмануть. Я тебя просто предупреждаю. Смотри, джин. Поэтому думай перед тем, когда ты мне будешь отвечать. Я тебе очень рекомендую об этом. У нее бес, арахноид и синий дракон. Считай цифры над головой синего дракона. 328. Относительно юные. Кто был ответственный за головные боли? Арахноид. И кто был ответственный за бес? Ты был ответственен за боли в спине или дракон? Джин. Он ее вскручивал в свой сосуд. Вот как хорошо, отлично. Ну, Джин, ты скручивала ее, я смотрю, да? Тоже стояла в договоре? Мне так удобно было. Но как ты считаешь, что мне будет удобно? Вот я хочу сейчас все твои магические вещи уничтожить. Мне так удобно с тобой работать. Как ты? Что ты на это ответишь? Я могу твой сосуд закинуть на дно ледовитого океана вместе с тобой. Мама, мое согласие. Меня не интересует. Потому что ты зашел сюда обманом. Ты находишься в ее биополе. Мы тебя вытянули из чужого, из чужой души. Ты наносил ей вред. Ты спрашивал ее согласие? Она мне разрешила здесь находиться. Она разрешила тебе. Мы посмотрим, как она тебя разрешила и каким методом, и каким образом. Хорошо. Считай цифры у беса над головой. Восемь. Бес, как долго ты находился в этом биополе? Последние два года. На что ты зашел? На какую эмоцию? Где ты зашел? Покажи ситуацию. Показывает красный портал. Место, где она находилась. Два года назад. Понятно. Хорошо. Ты вышел из портала, увидел ее и вошел в нее. Там была какая-то... Есть какие-то энергии, которые тебя привлекли? Безумие. В каком плане? Волнение на грани безумия. Ничего себе. А кто ей такие волнения причинял? Кто там дергал за ниточки насчет этой безумия? Это ее лично или ей помог Джин? За драконами и бесами я такого, в принципе, редко замечал. Это страх за ребенка. Страх за ребенка, который ее сковывает. Правильно? Волнение на грани безумия. Хорошо. Кто-нибудь из вас связан с энергией ребенка? Мы сегодня будем ребенка чистить. Поэтому сразу говорю, спрашиваю. И дом будем ее чистить. Арахноид и бес связан с домом. Понятно. Арахноид и бес. Бес, ты живешь в доме. Хорошо, я вижу, что там арахноиды, где у него, по-моему, вся массандра, там, вся крыша под ним, да? И еще и в кладовках он там гуляет. Неплохо. А вот бес меня интересует. Бес, скажи мне, твое влияние на ребенка? Там есть черт еще в квартире? Или другой бес? Есть черт. Кто мучил ребенка и кто мучил собаку? Черта спросишь. Понятно. Хорошо, бес. Я тебе предлагаю следующий вариант. Скажи мне, есть ли лярвы в биополе Алены? Да, есть. Ты хочешь попросить меня их забрать? На горле лярвы и на спине. Да, хочу. Хорошо, значит, тогда исполняемые команды, отвечая на вопросы. Я после того, как придет твоя очередь, дам тебе команду вытащить все, что ты оставил. Потом я тебе дам отдельную команду, и ты можешь забрать эти лярвы. После этого я тебя и арахноида, когда он все вытащит, отправлю в квартиру. Вы будете там все собирать. И когда я приду, я соберу еще... Ты мне покажешь все порталы в квартире, которые там находятся. Мы их закроем. После этого я соберу весь негатив в квартире и отдам тебе эту энергию. Устраивает вариант? Устраивает. Хорошо. Тогда начинаем с реверса энергии. И я буду задавать всем остальным вопросы. И я даю команду тонкой копии Алены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Выстраиваются каналы. Сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Алене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ней. Усиливаем потоки в 50 раз. Синий дракон, как долго ты находился в этом биополе? Три года. Хорошо. Ты зашел через портал или ты как? Как ты зашел под ключки? Через что произошло? На какую энергию ты зашел? Что тебе понравилось? Понравилось. Он показывает, как он спрыгнул на нее. Где? Помещение какое-то. Это было какое-то общественное помещение, да? Где много людей было? Работа? Да. Не уверена, что работа как ресепшн. Понятно. Которого она стоит. Хорошо. Три года ты там был. Хорошо. Благодарю за ответ, Арахноид. Как долго ты находился в этом биополе? Два. Два года. И ты была ответственной за ее мигрени и головные боли страшные, да? У него паутина везде. Я вижу. Там вся квартира в паутине. Хорошо. И остался Джин. Джин, как долго ты находился в ее биополе? Когда ты свой контракт подписал, который мы сегодня аннулируем? Пять лет. Давай рассказывай свою историю жизни. Как ты к ней подошел, где и когда. Я проверю. Много думает о деньгах. Я предложил помощь. Какую помощь? Какие условия были контракта? Ты ей даешь что? И она тебе дает что? Вот это меня интересует. Я занимаю ее биополе. Хорошо. Питаюсь ее энергиями. Угу. Хорошо. Она получает жизнь, которую хотела. Это не ответ. Что ты конкретно ей дал? Ты конкретно назвал биополе, ты конкретно назвал энергию. Жизнь – это очень расплывчатое понятие, очень абстрактное понятие. Джин, я тебя предупреждаю. Если ты попытаешься еще раз мне ответить не конкретно на мой вопрос двояко, я тебя накажу. Я не хочу этого делать, но мне жалко времени на тебя, понимаешь? Поэтому рассказывай мне все, что ты ей дал. Все, что ты пообещал, это понятно. Но что ты ей дал? Она хотела дома, но не ей есть. То есть ты хочешь сказать, ты ей купил дом или помог ей приобрести дом. Это верно? До сих пор помогаю. В каком плане? Он же вроде есть там, уже этот дом у нее. Он не закончен. Нужные деньги. Понятно. И как ты зарабатываешь тогда свои золотые монеты, расскажи мне? Ты только можешь пустой энергией их зарабатывать. То есть из восьми дел, которые она начинает, из десяти, восемь у нее не получается. Какие идеи ты ей подкидывал? Денег мало, надо больше. Ну и ты разогревал мне это. Все не сильнее. Алчность к деньгам разогревал, понятно. Хорошо, Алена, вы видите эту ситуацию. Вы слышите разговор мой с Джином, который сидел в ВАЗ пять лет? Вы понимаете, что происходит? Кивает. Алена, вы в курсе этого контракта с ним? Нет. Отлично. Джин, ты слышал этот ответ? Каким обманом ты вошел в ее биополе? Кем ты представился? Реверс закончился, Верочка? Посмотри, пожалуйста. Да, закончился. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Алена забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Один, два, три. Пошла божественная энергия, чистая назад. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Алена себе обратно. Она хозяйка своей энергии, возвращает все свое себе обратно. Итак, Джин, человек не в курсе контракта. Кем ты предстал перед ней во сне? Или лучше расскажи мне, или покажи эту ситуацию, как это было? Добрым помощником, который владит все ее дела. Кем ты выглядел? Каким ты был? Ты Джином, что ли, ей представил? Или как? Нет. Святым ангелом или кем? Энергией? Мужчиной-помощником, которому можно доверять. Ну, и можно доверять Джину? Скажи-ка мне сам. Джин, ты понимаешь, я не имею ничего против, если ты сидишь в человеке, который алчный, который жрет эти деньги, и ему все мало, который не может насытиться, который, понимаешь, вот эти деньги у него есть. Но когда ты входишь обманом, есть такие люди, о которых я говорил, они просят, чтобы к ним Джин исполнил им желание. Они призывают таких, как ты. Но это не тот случай. Это не тот контракт. Это обман, то, что ты сделал. Тебе это понятно? Ты меня обижаешь. Все у нее получается. И семья, и ребеночек, и дом построили. А какое ты отношение к ребеночку имеешь-то? Я желания исполняю. Ты исполняешь материальные желания, ты не можешь ребеночка ей исполнить, Джин. Что ты мне рассказываешь сейчас? Ребеночек, это воплощение, за которым стоят силы серьезные. Это реинкарнация. О чем ты мне сейчас здесь пытаешься? Ты что, меня реально за идиота считаешь, или как? Я сегодня найду этот контракт, Джин. Все складывается благодаря мне. Хорошо. Я сегодня тебе покажу урок твоей жизни, если ты не понимаешь реально, что все не так складывается, как ты этого хочешь, и как ты об этом говоришь. Хорошо. Как у нас с реверсом, Верочка? Посмотри, пожалуйста. Закончен. Отлично. Все. Мы реверсом все забрали. Теперь давай тогда, Джин, забирай всю свою крошку золотую, всю свою пыль, которую ты там вытаскиваешь, не выходя из клетки, все, что ты оставил в ее биополе. Это приказ. Сейчас приступай. И докладывай мне о готовности к проверке. Говорю сразу, проверка будет проводиться двумя миллионами герц. Если кто-то что-то специально или не специально забудет в биополе Алены, он по каналу просто сгорит. Я один раз предупреждаю, чтобы вы были в курсе. Приступай, Джин. Ну, у него синяя пыль внутри. У нее, да? Да, Джина. Сам себя накажешь. Она ее раздражает. Как я-то раздражительно ее делает. Вот так вот ты даже, Джин, на нее воздействовал. Даже ядом. Хорошо. И сейчас ставлю экран перед Джином, перед его клеткой. Один, два, три. И насчет три пошли картинки дна Ледовитого океана. Один, два, три. Подсвечу ему, чтобы ему было приятно видеть это все. Это возможное место, куда он сегодня уйдет. Рыбки там есть. Крабики. Нравится тебе, Джин? Он говорит, я все собираю. Вытянул с нее все. Это мы проверим. Хорошо. Так, арахноид, выходи. Вытаскивай всю паутину, все, что ты оставил в ее биополе. Ничего не забывай. Возвращайся в клетку, докладывай о готовности к проверке. Приступай. Синий дракон, что ты ей транслировал? Где твои платы стояли? В третьем глазе? В горло. Третий глаз. Арахноид забрал все, да? Снимает. Готов. Хорошо, синий дракон, прошу тебя забрать свои платы. Все, что ты оставил, отключай, вытаскивай, возвращайся на место. Докладывай о готовности. Приступай. Готов. Берс, я прошу тебя выйти, снять все, что ты оставил. Вера, что он снимает? Покажи. Колготки снимает. Как они воздействовали на ее самочувствие, бес? Движение показывает. Беготня. Вот беготня вместе с сочетанием с джином. Это просто страшнейшая комбинация. Реально вы хорошо с ним поработали, потому что джин подкидывал идею, а бес ее заставлял бегать. Хорошо, бес, я разрешаю тебе забрать лярвы, которые ты оставил в ее биополе. Приступай. И возвращайся назад. Ничего не забывай. Готово. Отлично. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Начинается рассинхронизация Алены с энергией джина. Число значения 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Отлично. Хорошо. Я даю команду на контрольную проверку. Скеннер проводит контрольную проверку. Малейшие наночастицы выпариваются. Все выводится. Если что-то крупное было забыто, в биополе Алены загораются красные маячки. 1, 2, 3. Пошел процесс. Зеленый. Отлично. Все все вытащили. Буду отпускать. Хорошо. Значит, синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше в это биополе не войдешь. Дай слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Арахноид и бес. Я буду сейчас вас открою портал, и вы уйдете в дом ее и начнете все собирать. Бес с тобой, как договорились. Все понятно? Понятно. Хорошо. Арахноид тоже, не теряя времени, собирает там всю свою паутину. И на счет три открывается портал в квартиру Алены. Один, два, три. И бес вместе с арахноидом уходит в этот портал и дожидается нас. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, Джин. А ты останешься. Мы сейчас будем смотреть все твои контракты. Дойдем до них и почитаем, и все узнаем. Подхожу к Алене, кладу руки на плечи и даю мощный импульс, высокое образование шока удара, сжигая все каналы. Один, два, три. Отлетают все каналы. Открывается портал в галактическое ядро, и канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Два, три. Выходят договора. Ты знаешь, мне идет картинка. Она в школьной форме, в белом фартуке, как раньше были. Помню. Волосы у нее, хвостика нет. Ага, два. Хорошо. И она в руках держит книгу. И она говорит, что я эту книгу читала и так делала, как там написано. Опа. Алена, а что это за ситуация? Что это за книга? Информация пошла, Верочка, считай. Что она там призывала и кого? Она не показывает. Она его обнимает руками и как скрывает, а спиной поворачивает. Понятно. Хорошо. А контракты вышли? Или только эта картинка? Вышла эта картинка, но от нее тянется под руки синий. Синяя, как веревка. От этой руки. Джину. Джину. Джин. Ну а ну-ка расскажи мне за эту книгу. Алена, вы понимаете сейчас, что произошло? Или еще пока нет? Она пытается. Она пытается с запястья снять эту нитку. Вы не снимете ее просто так. Она снимается только намерением. Итак, что... Говорит, что, наверное, я где-то сделала ошибку. Да, похоже, вы сделали ошибку. Вы заключили контракт. Похоже. По ниточке. Куда она ведет? С джином. Я хочу расторгнуть. Пусть это будет вам уроком. Я говорю вслух, а вы повторяете за мной. Один, два, три. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Нитка ушла, но энергия она сама вложила в эту книгу. Они как в шар скатались, свернулись. Вот эта нитка, эта девочка в школьной форме вместе с книгой. Хорошо. Значит, эта девочка, это была как мыслеформа, я полагаю, да? Ну да. Все, отлично. Открывается под этим шаром портал в галактическое ядро. Один, два, три. И шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Аннулировано. Хорошо, Джин, я тебя сейчас спрашиваю. У тебя есть какие-то договоры или контракты с Аленой? Он говорит, что она развязала узелки. Это не ответ на мой вопрос. Не заставляй меня повторяться. Да или нет? Нет. Ответь мне, что это за книга была, которую она читала? Я не приносила эту книгу. Это то, что она сама должна помнить. Хорошо. Значит, тогда оставляем эту ситуацию. Ты все забрал. Мы все вернули. Контракт расторгнут. Ты готова уходить? Готов. Хорошо, Джин. Я буду проверять это биополе. Поэтому не рекомендую тебе возвращаться или пытаться вернуться. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. Один, два, три. Джин забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Алена. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Поиспугнуть. Вы не спугнете. Уже все нормально. Заправляетесь энергиями, как мы показали вам в этом сеансе. Работайте над собой, над своей осознанностью. Как вы поняли, ваши ошибки. Я надеюсь, все здесь понятно. Проработайте эти ситуации и не повторяйте их. Сейчас я останусь с вами, а Вера спустится за вашей дочкой Варварой. И мы тогда приступим к ее очистке. Хорошо, Верочка. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2018 года, воплощенную на Земле. Один, два, три. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Варвара выходит из биоробота, становится рядом. Она вся на растяжках. Вот как. Хорошо. Защищаемый физический биоробот. С защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Варвару в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Варвары поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. На месте. Отлично. Варвара идет к маме. И, Вера, опиши, как она выглядит, где эти растяжки сейчас находятся. В ней конструкция встроена. В ней конструкция. Хорошо. Я даю команду, значит, три силы моего намерения. Я снимаю эту конструкцию, отключаю ее. И все до последнего микрона, связанное с этой конструкцией, безболезненно выходит из биополя Варвары. Один, два, три. И зависает перед ней в воздухе. Да, будет так, а так и есть. Ей больно она делает. Она бежит к маме. Хорошо. Она ее боится. Кого? Конструкции? Да. Варвара, не бойся конструкции. Все нормально. Я здесь рядом нахожусь. Все будет хорошо. Мы сейчас это все уберем из твоего биополя. И ты будешь чистенькая. Конструкция отключается. Да и Варваре столько энергии, сколько необходимо для ее мгновенного отключения. Один, два, три. Пошла энергия. Все выходит. Да, последние подключки чипа, датчика, импланта. Все выходит. Она все вышла в одном месте. Только горло она как-то крепится еще. Отлично. В горле осталось. Я даю команду на счет три. Без болезненно. На горле отключается эта подключка. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Пошла энергия. Готово. Отлично. Все это вышло сейчас. Все отправляю в клетку-тюрьму. Один, два, три. Готово. Отлично. Варвара, ты меня слышишь? Слышит. Ты меня помнишь? Я приходил к тебе недавно, когда у тебя температура была. Помнишь? Она стесняется. Ладно, хорошо. Я помню, как ты танцевала. Зато. Хорошо. И я даю команду на счет три. От этой конструкции выстраиваются каналы ко всем ответственным подселенцам, подключенным к этой конструкции и к энергии Варвары. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Они притягиваются в клетку-тюрьму и становятся моими заложниками. Неужели гумануэд? Неужели гумануэд только хотел сказать. Хорошо, дальше. Посмотри, он там не агрессирует сразу. Он спокойный. Хорошо. Посмотрим, как долго он будет спокойный. Отлично. Хорошо. Я даю команду на счет три. Мама помогает Варваре. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Варвары, под ногами. Семь тонких тел Варвары и находит все. У нее арахно, это черт. Ну что, черт. Попался. Начинаем с реверса энергии. И я даю команду тонкой копии Варвары. Мама помогает спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в ее биополе. Один, два, три. Каналы выстраиваются сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Варваре. Энергию страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И к этому ошейнику на горле и к этой конструкции, установленной в ее биополе, которая была установлена, выстраивается от Варвары каналы. Один, два, три. И возвращаем по этим каналам весь негатив, всю чужеродную патогенную негативную энергию. Пошла энергия. На нее выстроилось четыре канала. Четыре канала. Хорошо, все правильно, да. Какого цвета энергии идут? И кому? Что Варвара Гуманоид меня интересует? У него возвращается к нему его серая энергия, серо-голубая такая. Понятно. Конструкции идут болезни. Она натирала ей. Она что? Как натирала ей. Натирала ей эта конструкция, от этого развивались болезни. Понятно. Хорошо Гуманоид. Не зная, что тебя еще сегодня может спасти, я, честно говоря, уже сомневаюсь. Черт, считай герцовку над головой. Терка. Пятигерцовый. Черт. Ты зашел в квартире, я так полагаю, да? В портале зашел. Как долго ты находился в ее биополе и в квартире? В общем. Вот как ты вышел? На улице я живу. Но как ты с улицы попал сюда? Через портал. Семь-восемь месяцев. Семь-восемь месяцев. Какой дискомфорт ты ей давал? Что у нее болело от твоего присутствия? Где находятся, находятся ли твои присадки в квартире? Или там без? Я хожу спокойно. На улице и в доме. Есть мои одеяла. У меня много всего есть. И на участке, и в доме, и на собаке. Хорошо, черт. Тогда сделаем следующим образом. Все, что в доме находится, вся темная энергия, ее получит без. Он был раньше тебя. Я тебе могу собрать темную энергию на земельном участке. После того, когда ты все снимешь со всех, уберешь все свои подключки, и покажешь мне все порталы, которые находятся на улице. Тебе это понятно? Да. И для этого я тебе потом после чистки открою портал. Ты уйдешь в квартиру, и мы после этой чистки будем чистить квартиру. Там мы с тобой и встретимся. И тогда сделаем, как договорились. Все понятно? Да. Поехали дальше. Реверс закончился. Отлично. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Варвара забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили. Все, что у нее изъяли. До последней капли возвращает Варвара себе обратно. Она хозяйка своей энергии. Возвращает все свое себе обратно. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? Бот, 7 месяцев. И гуманоид, как долго ты находился в ребенке? Он отвечает, Вера? Около 3 лет. 3 года. Хорошо, это около 3-3 лет. Понятно, хорошо. Ждем окончания реверса. Что там возвращается от конструкции ошейника на горле? Энергия радости, смеха. Энергия радости, энергия смеха. Гуманоид, твоя работа была с ее горлом. Что у нее постоянно кашель был в определенное время. Да, я его никак не могла она с его конструкцией слить. Да. Ты знаешь, сколько ты мучений доставила бедному ребенку? Который ничего тебе плохого не сделал. Ты представляешь этот объем или нет? Ее задача была слиться с моей конструкцией. Ее задача была и есть жить свою жизнь самостоятельным человеком. А не быть рабом какого-то поганого паразита типа тебя. Я тебе сегодня всю эту боль верну назад. Ты сегодня не представляешь, какой урок ты получишь на всю свою оставшуюся жизнь гуманоид. После этого я тебя сдам в межгалактическую полицию, где ты очень много времени проведешь. И это для тебя лучший вариант. Ты просто паразитарная сущность. Ты не понимаешь, что такое ребенок, что такое взрослый человек, развившийся. Она даже не понимает, что ты сделал. Понимаешь? Но она страдает. И вот за это ты сегодня будешь отвечать. Реверс закончился. Арахноид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Всю свою паутину. Ничего не забывай. Бес, скажи мне, есть какие-то лярвы у ребенка или нет еще? Это не должно быть. Затемнение есть на горле. Затемнение есть на горле, которые могут со временем превратиться в лярву. Это твоя энергия. Ты можешь ее забрать? Хочешь? Могу. Хорошо. Тогда так и сделаем. Сейчас арахноид закончит. И после этого черт выйдет и заберет всю эту энергию. Готов. Хорошо. Черт, давай выходи. Подожди, стоп. Я даю команду. На счет три все, что осталось. Включая варваре внутренний белый свет. И все, что осталось. На частоте гуманоида малейшие частички его энергии. Яд, жидкость, что угодно. На его частоте начинает выходить из всех семи ее тонких тел. Один, два, три. Нет, страх остался. Не слышу. Страх остался. Страх выходит. Отлично. И страх этот выходит отдельным шаром. Выдавливаем все, Варвара. Не бойся. Все нормально. Все хорошо. Готово. Отлично. Шар с страхом сформировался? Сформировался? Есть он? Да. Отлично. Черт забираешь? Нет, он его не хочет. Не хочет. А почему не хочет? Скажи мне. Что там такое? Космического много? Да. Понятно. Хорошо. Под этим шаром открывается портал галактической ядроида. Шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Все. Черт забрал. Гуманоид забрал. А, черт еще не забирал. Черт, давай выходи. Собирай все, что ты снимаешь. Все, что ты оставил в ее биополе. Следов не оставляй. После этого доложи мне. Я тебе дам команду на затемнение на горле. Что он остановил, Вера? На руках у него комочки. Как это ее беспокоило? Раздражало постоянно или как, черт? И носки на ногах. Ну, это точно раздражало. Это поэтому она была непослушной? Или как? Это ты там игрался? Объясни мне. У него много где этих комочков в доме. В игрушках у нее руками она трогает, попадает в них. Вот мелкий черт, а вредный. Ну, вредный. Ну, почему ты такой вредный, черт? В тебе 5 герц. Я встречался с демонами 68-герцовыми. Они не были такими вредными, как ты. Вот почему тебе надо полностью всю захватить территорию? Я не понимаю. Говоришь, что я не один, есть и другие. Там только бес есть, кроме тебя. Он снял. Он все снял. Хорошо, я тебе разрешаю забрать это затемнение на ее горле. Вытаскивай полностью, чтобы ничего там не осталось. Готово. Отлично. Хорошо. Я даю команду на рассинхронизацию энергии Варвары с энергией с синхронизацией до 100%. Готово. Хорошо. Проводим контрольную проверку. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел Варвары. 7 тонких тел Варвары находит все. Я все чисто. Хорошо. Арахноид, ты не присутствуешь в квартире? Нет, там есть другие. Хорошо, значит, тогда буду отпускать тебя на твою чистоту. Больше не приходи. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Так, у нас осталась конструкция, остался гуманоид. Вот это, что было установлено у Варвары на горле, на счет 3 устанавливается на гуманоида. 1, 2, 3. Не может снять. На счет 3 устанавливаю эту конструкцию и подключаю ее точно к тем же местам, где были установлены у Варвары. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Да, есть. Включаю конструкцию и ошейник на полную мощность. 1, 2, 3. И на счет 3 устанавливаю от Варвары канал к гуманоиду. 1, 2, 3. И прямым мощным потоком возвращает Варвара всю свою боль. Все, что она получила от нее, все свои болезни. Назад по каналу. 1, 2, 3. Мощным потоком за короткий промежуток времени. Подхожу к Варваре, даю ей столько энергии, 200%, сколько ей необходимо для того, чтобы она выдавила все из себя, вернула ему эту боль. Да, будет так, а так и есть. Процесс идет автоматически, заканчивается, когда 100% боли будет отдано назад. Откуда она пришла? Да, будет так, а так и есть. Она радуется, она не показывает. Оль, в принципе, она уже выдавила свою. Хорошо. И у нее по чакрам, энергии, которые вернула, они как диски крутятся у нее. И шутха голубая, то есть все энергии по чакрам у нее крутятся, как излечают ее. Отлично. Хорошо. Процесс запущен. Хорошо. Я делаю запрос и прошу Ли выйти со мной на связь. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, она здесь гуманоид. С конструкцией в ребенке. Сидел три года. Ребенок по плану кашлял. У него были страшнейшие боли и болезни. До 39 градусов поднималась температура. И он был ответственен за все это. Мы все вернули, все забрали, все, что там было. Она говорит, вот нас тырно видит несовместимость. Продолжает мучить. Да, это жадность какая-то. У него забираются все конструкции. Вместе с конструкцией? А, ну да, она в нем стоит, конечно. Пусть побудет в ней. Хорошо, благодарю Ли. Поехали дальше. Пусть тонкая копия Варвары вспомнит самый счастливый момент в жизни, и даст нам числовое значение. 450. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Варвары до значения 450 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация и гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Хорошо, Варвара, как ты себя чувствуешь? Легко. Тебе уже ничто не мешает и не может больше мешать. Ты чистенькая. И сейчас ты будешь выздоравливаться. Верочка, просканируй еще горло ее ручным скейнером медицинским. Один, два, три. Если что-то красное в биополе ее присутствует, оно проявится в горле. Нет, там энергия работает. Отлично. Значит, пошел процесс восстановления. Все будет скоро хорошо. Значит, мы тогда возвращаем Алена, вашу дочку Варвару, в систему биоробот-душа. Синхронизируем ее, потом забираем вас, возвращаем вас и сразу переходим к вашему дому. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Варвары в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Все энергии передаются на физический план, синхронизируется, гармонизируется и распределяется наилучшим образом для нее. Она говорит щикотно. Отлично. Готово. И отключайся от объекта и возвращайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...